Быстрый зашквар нового премьер-министра Шмыгаля, чье заявление о том, что он решительно настроен пустить воду в Крым, вызвало соответствующий резонанс в соцсетях и СМИ. Ахметовский и, судя по всему, путинский Халуй, понятное дело, включил заднюю, увидев, что украинцы явно не одобряют его предательских заявлений, и начал блеять уже привычное и знакомое, что, мол, дескать, не так поняли, это было ток-шоу, и что вообще слова вырваны из контекста. Учитывая, что сейчас во власти все, похоже, вырваны из контекста, для них, наверное, нужно повторить, почему подача воды в Крым – это не просто обычное действие, а реальная госизмена. Итак, начнем с того, что Крым всем миром определяется как оккупированная эрефией территория и, по сути, считается объектом начала войны между Балалаишной и Украиной. Последнее, на все процессы, происходящие в Крыму, не имеет никакого влияния, а, следовательно, заниматься обеспечением и снабжением гражданского населения на этих территориях обязана, подчеркнем, обязана оккупирующая сторона, в том числе давать потомкам вертухаев попить, поесть и помыться. Украина, в свою очередь, может просто умыть руки своей днепровской водой и ждать, пока в Крыму все высохнет на корню и его покинут за ненадобностью. Украина не обязана поставлять в Крым ровным счетом ничего, так что заявление Шмыгаля про обеспечение каких-то украинских граждан в Крыму не более чем наглое вранье. Кстати, обязанность оккупирующей стороны обеспечивать всем необходимым захваченные территории прописана в Женевской конвенции и если Эрефия этого сделать не в состоянии, значит она нарушает и ее. А это еще один плюс приговору в ГААГе, всей нынешней кремлевской сволочной ГОП-компании. Далее, почему подача воды в Крым – это чистой воды, извините за тавтологию, госизмена. Для начала немного статистики. Крымский канал – это сложное техническое сооружение длиной около 400 км, в котором несколько уровней поднятия воды, к тому же большая его часть, а именно две трети, находится на территории оккупированного Крыма. Дать в Крым воду, к пониманию большинства, это не просто открыть кран или вынуть какую-то заслонку. Это сложный процесс, длиной в несколько недель, который должен проходить под постоянным контролем. Учитывая, что часть канала находится в оккупированном Москве и Крыму, пускать воду нужно будет совместными усилиями с тамошними специалистами, то есть фактически становиться партнерами. Это, в свою очередь, является откровенным сотрудничеством с оккупантами, которое в военной терминологии называется коллаборационизмом, который, как известно, карается статьей за госизмену. В другой интерпретации, сотрудничество с врагом может означать не что иное, как фактическое признание на полуострове новой власти. Как только водоснабжение полуострова будет возобновлено в сотрудничестве украинских и российских специалистов, ни о какой оккупации Крыма говорить в мире больше никто не будет. Ну и, конечно же, можно повторить то, что и так всем известно. Дать воду в Крым – это не что иное, как помочь врагу сократить расходы на содержание этого региона и добавить ему сил в борьбе против Украины. Резюмируя, отметим, что Шмыгаль, как минимум, уже наговорил на вопросы касательно его личного отношения к войне между Эрефией и Украиной. Исходя из услышанного, напрашиваются неутешительные выводы, что новый премьер – это враг, который преследует интересы вражеского нашей страны-государства. Закрадывается вполне обоснованное подозрение, что Шмыгаль намеренно вкинул эту тему в информпространство, чтобы прощупать реакцию на столь радикальное заявление. На данный момент реакции он не удовлетворен, поскольку общество на него ополчилось. То, что он дал заднюю и пытается отыграть назад сказанное, ни о чем не говорит, поскольку теперь ясно, что у человека за цель. Шмыгаль пришел на пост премьера не поднимать экономику и не проводить реформы, он пришел помочь врагу. Если было бы наоборот, он бы не начинал свою деятельность с вопросов о подаче воды в Крым, а начал бы решать проблемы падения ВВП, сокращения промышленного производства, строительства дорог и окончательно остановившихся реформ. Вопрос подачи воды в Крым его в целом не должен волновать, поскольку от того, есть она в Крыму или нет, для Украины, в отличие от РФИ, не меняется ровным счетом ничего, кроме того, что это остается инструментом давления на РФ. Так что не строим иллюзий, новый премьер – это снова ни о чем. Это послушный инструмент в чьих-то руках, который пришел на короткое время с единственной задачей – и дальше делать страну слабой. Поэтому, как и все участники нынешнего государственного преступного сговора, он должен как можно быстрее уйти. Причем у него еще есть шанс уйти чистым без реального срока за госизмену, как у большинства нынешних товарищей у власти. Потому что в действительности вода в Крыму может стать последней каплей терпения этой зеленой вакханалии.